Я хочу показать некоторые приборы, инструменты, с которыми школьники сталкиваются на практических заданиях, которыми им приходится пользоваться. И, как я вижу, многие их видят в первый раз, от этого пугаются и не могут спокойно выполнять задания. Чтобы немного снять этот стресс, а также чтобы рассказать о том, что нужно иметь в школе для дополнительных занятий, для лабораторных практических работ и полноценной подготовки к кабинету зоологии беспозвоночных, я покажу, например, увеличительный прибор, стереомикроскоп, которым очень много пользуются зоологи. Микроскопы бывают разные. Привычный вам микроскоп предназначен для рассматривания небольших или тонких объектов в проходящем свете, срезов растений или животных, клеток простейших и так далее. Этот микроскоп предназначен для рассматривания достаточно крупных объектов как в проходящем, так и в падающем свете, в отраженном свете. Бинокуляр, как мы его обычно называем, правильное название этого прибора стереомикроскоп, дает сравнительно небольшое увеличение, как правило, диапазон увеличений суммарных от 4 до 40. Но принципиально он устроен точно так же, как и привычный вам микроскоп. У него есть штатив, на котором крепится оптическая головка микроскопа. В данном случае у него два окуляра. Есть вот этот винт, который помогает менять увеличение. Вот этот винт, который я сейчас поворачиваю. Иногда бывает система смены увеличения с поворотом вот этой линзы. Система управления освещением в этом микроскопе может быть разная, ну как и в привычных микроскопах. Может быть зеркало, которым надо ловить свет, может быть встроенный осветитель. В данном случае у нас стереомикроскоп со встроенным осветителем. У него есть выключатель и есть переключатель верхнего и нижнего света. Вот сейчас я включила нижнюю подсветку и теперь переключила на верхнюю. Когда у меня горит верхняя подсветка, я могу рассматривать предметы в отраженном свете с увеличением в несколько крат или в несколько десятков раз. В принципе, можно здесь рассматривать и обычные временные или постоянные препараты на предметных стеклах. Для этого даже есть лапки для фиксации препарата, но нам они, как правило, не нужны. Мы их можем отодвинуть или вовсе снять. Точно так же, как в любом микроскопе, здесь есть система фокусировки. В данном случае вот этот винт, который поднимает и опускает у нас оптическую головку микроскопа. И таким образом позволяет регулировать резкость, настраивать фокус. Вот и все. Это очень несложный прибор, чуть сложнее штативные лупы. Пользоваться им просто. Тем не менее, я по прошлому году на Всероссийской Олимпиаде знаю, что даже краткий инструктаж не избавляет детей от страха перед этим очень простым прибором. Поэтому желательно иметь пару бинокуляров в школе, особенно если у вас проходят там дополнительные занятия, кружки, какие-то сборы для подготовки к Олимпиадам. Вот такой прибор очень будет полезен. Вскрытие и припаровки беспозвоночных выполняются обычно в специальных емкостях, вот в таких припаровальных ванночках. Что собой представляет ванночка? Это просто-напросто кювета, в которую налит парафин. Благодаря этому мы можем в дно ванночки втыкать, например, булавки, закрепляя наш препарат. Ванночки могут быть разного размера и формы в зависимости от того, с каким объектом мы собираемся работать. Если у нас какой-то, например, длинный крупный червь или рак, мы можем использовать вот такую длинную ванночку. Ванночку можно изготовить самим. Для этого достаточно найти кювету подходящего размера и формы и залить дно воском или парафином, в конце концов просто растопить свечки и налить на дно. Главное, чтобы этот парафин или воск был как-то закреплен на дне ванночки. Например, здесь есть специальные лапки, которые залиты парафином, благодаря этому он удерживается в ванночке. А у этой ванночки рифленое дно. Для, собственно, препаровок мы пользуемся инструментами. И школьники, как я замечаю, часто назначения этих инструментов не знают и пользуются ими неправильно. Поэтому придется инструменты тоже показать и рассказать о них. Ну, конечно, мы пользуемся обычными пинцетами разного размера и разной формы. Пинцеты нам помогают удерживать какие-то части животных во время препаровки, раскладывать отделенные, например, от рака конечности и так далее. Если нам нужно что-то отделить или отрезать, мы, конечно, пользуемся ножницами. Желательно, чтобы ножницы были не очень большими, но с острыми концами бранш. В некоторых случаях удобны ножницы с изогнутым концом. Иногда удобно пользоваться скальпелем. Например, для того, чтобы провести разрез стенки тела червя или для других подобных целей. Еще один необходимый инструмент – препаровальная игла. Чаще всего мы пользуемся иглами с прямым острым концом. Такая игла нужна для того, чтобы что-то повернуть, пошевелить на препарате, рассмотреть в разных ракурсах. И ни в коем случае она не предназначена для того, чтобы втыкать ее в препарат для закрепления его, например, на дне ванночки. Часто школьники пытаются так делать. То есть такие иглы нельзя втыкать в парафин в ванночке. Это инструмент, предназначенный для препаровки. Если игла будет иметь остро-затонченный кончик, им можно резать. Можно сделать иглу с плоско-затонченным кончиком, тогда это будет микроскальпель фактически. Может быть, игла с крючком, которая нужна для некоторых специальных препаровок. Таких заданий у нас дети обычно не делают. Но иногда этим крючком тоже удобно что-нибудь отделять на животном. Для того, чтобы отметить какую-то часть на препарате, мы часто пользуемся вот такими булавками с разноцветными головками. И просим либо школьников отметить определенные органы животного булавками разного цвета, либо они получают препарат, где заранее какие-то органы такими булавками отмечены. И мы их просим написать, что отмечено, например, зеленой булавкой, красной, желтой и так далее. Это обычные швейные булавки, их можно купить в магазине швейных принадлежностей. Еще при препаровке нам, конечно, нужны вода, салфетки, пипетки. Вот такое несложное оборудование. Субтитры создавал DimaTorzok